Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст «Закат Империи» от студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской Империи. 2021 год скоро закончится. А вместе с ним закончится и шестой сезон подкаст «Закат Империи». В самый последний понедельник декабря вас ждет последний выпуск сезона со специальным гостем. В январе подкаст выходить не будет, но в конце января начнется седьмой сезон, так что не волнуйтесь. Но в январе будут публичные лекции, на которые вы можете прийти. И рассказывать я буду о том, как предприниматели на «Закате Империи» принялись изменять Россию. Дело в том, что в начале 20 века предприниматели в России вообще впервые себя ощутили силой, от которой что-то зависит. И даже не просто что-то, а очень многое. Деды купцов были лавочниками или даже крестьянами, а их внуки уже создают картинные галереи, открывают частные университеты, театры. Но не только в культуре дело, потому что в руках бизнесменов оказывается так много ресурсов, что это начинает влиять на общество и даже на международные отношения. Государства, аристократии, чиновники, бюрократы к этому не были готовы. Для них бизнесмены так и остаются пока что лавочниками, просто у них как бы чуть-чуть побольше денег стало. И вот я буду рассказывать о том, что предприниматели начинают делать для того, чтобы занять то положение в России, которого, как им кажется, они достойны. Лекции будут в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве 8 января, в Санкт-Петербурге 16 января. По ссылке в описании в этом выпуске вы можете зарегистрироваться, купить билеты на эти лекции. И, пожалуй, это классный подарок для каких-нибудь ваших знакомых и для себя тоже. Приходите. А еще, кстати, 22 января я тоже буду читать лекцию в Завидово. И там я буду рассказывать про главную транспортную артерию страны, про Волгу. Короче, приходите на лекции, увидимся, буду рад всех видеть. И, кстати, о предпринимателях. В специальной рубрике, которую я делаю вместе с Банком Точка, я о них рассказываю и до сих пор почему-то не рассказал ни про одну женщину. И вот теперь исправляюсь. Сегодня история про Надежду Ламанову. И это самая известная модельерка в России. Поставщица двора Е. Императорского Величества Александры Федоровны и Елизавета Федоровна. А еще ее мастерская шила костюмы для Московского художественного театра. И вообще Ламанова конкурировала с лучшими европейскими домами моды той поры. У Ламановой неожиданная судьба. Она из хорошей дворянской семьи, дочь гвардейского полковника. Это серьезно. Закончила гимназию, но из семьи она ушла. И пошла работать закройщицей в пошивочную мастерскую. Неожиданно. Непонятно, что ее к этому побудило. Говорили, что причиной была какая-то любовная история. Но важно то, что в мастерской она быстро стала ведущей закройщицей. Уже через несколько лет она открывает свое собственное ателье и магазин. Московские модницы говорили, Ламанова истиранит вас примеркой, но зато платье получится, как из Парижа. И действительно, у Ламановой был такой метод. Она как бы как художник ходит вокруг своей модели, изучает фигуру, а потом накалывает на женщину разные ткани, обволакивает, драпирует, делает всякие складки и все пришпиливает булавками. И шила платье уже не она сама. Шили платье помощницы. Ламанова говорила, я вообще не умею шить. Архитектор ведь не кладет камни. Это делают рабочие. И шить вам буду не я. Георгий Лемон писал про нее. Насколько широк был размах работы Надежды Петровны, можно судить потому, что она ежегодно ездила в Париж, где держала квартиру закупать модный товар для своего предприятия. А закупала она этого товара на полмиллиона. Конечно, огромен был и доход ее. Мастерская давала ей до 300 тысяч рублей в год. Она была подлинным гением костюма. Это реально огромные масштабы и совершенно сумасшедшие деньги. Про нее еще говорили, что она в некотором смысле чудачка. Она играет в карты, выпивает. Но самое, конечно, удивительное, чем она была знаменита, она принимала ванну и меняла белье каждый день. И по тем временам это неслыханная прям чистоплотность. Это довольно эксцентрично. Но простительно. Все же таки, ну, из мира моды. Ну, чего тут взять. После революции Надежда Петровна осталась в России. Она делала костюмы для фильмов Эйзенштейна, работала в театре Вахтангова и в МХТ до самых 40-х годов. Но, конечно, миллионы она уже не зарабатывала. Это была совместная с банком «Точка» рубрика «Предприниматели делают историю». «Точка» идет в ногу со временем. Предлагают самые современные сервисы и решения для того, чтобы жизнь предпринимателей стала легче. Открыть счет в банке можно по ссылке в описании. Ситуация такая. Осень 1905 года. У нас есть император, который очень не хочет вводить конституцию. Передседатель комитета министров, который очень хочет стать первым конституционным главой государства. Жена императора, которая хочет передать самодержавный престол своему сыну. Дядя-царя, который готов умереть за империю, но задушить революцию. Совет рабочих депутатов, который хочет свержения самодержавии. И вся Россия в огне. Не то, чтобы это был необходимый запас для Триппа, но если начал собирать коллекцию, то трудно остановиться. Единственное, что вызывает опасения, это подставные оппозиционеры на зарплате из бюджета. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем подставные наемные оппозиционеры, но мы знали, что рано или поздно перейдем и на эту дрянь. Кроме шуток, ситуация в октябре 1905 года полностью вышла из-под контроля. Газета «Новое время» – самая важная газета в империи, писала, что в стране два правительства. Совет рабочих депутатов во главе с Георгием Хрусталевым-Носарем и комитет министров с председателем Сергеем Юльевичем Витте. И неизвестно, кто кого в результате арестует. И нет, ни армия, ни полиция не может справиться с революцией. Даже на флот нельзя полагаться. Летом взбунтовалась команда броненосца Потемкин на Черном море. Старый режим просто почти некому защищать. Император и императрица обращаются к консерваторам-аристократам, к министрам, к родственникам и получают однотипные ответы. Ничего поделать нельзя, нужно вводить Конституцию. Показательно тут такая история. Еще в самом начале 1905 года Александра Федоровна, жена императора, приглашает к себе графа Бобринского. Бобринский – это глава фракции правых в Государственном совете. Основатель его фамилии, первый граф Бобринский, был сыном Екатерины II и Григория Орлова. То есть это один из самых высокородных аристократов, даром что потомок Мезальянса. И вот что он вспоминает. Представлялся государь и императрица Александра Федоровна в Царском селе. Имел откровеннейший разговор об общем строе страны. Вылил всю душу. Сказал все, что только смог. Убеждал в неотложной необходимости созыва представителей. Указывал на надвигающуюся революцию. Убеждал не медлить. Созыв представителей – это тут имеется в виду, да, парламент или что-то типа парламента. А вот его же запись от января 1905 года. Годовщина яхт-клуба. Теперь две с тремя четвертями ночи я вернулся из клуба. Там ужинали. Великие князья Николай и Петр Николаевичи, Николай и Сергей Михайловичи. Страшно испуганные наступлением революции. Великие князья теперь отбросили всякую спесь и сближаются со смертными. В министерских сферах также перепугались и ищут исхода. Короче, ситуация что-то не очень. Обычная тактика Николая – не делать ничего, авось образуется как-нибудь само собой, но тут эта тактика, кажется, не работает, знаете. И в помощники даже записался совсем неожиданный родственник – германский император Вильгельм II. От него совет вот какой. Никаких обещаний общего законодательного собрания, никаких учредительных собраний или национальных конвентов, а просто «хабиос корпус акт» и расширение компетенций государственного совета. Ну, спасибо, дядя Вилле, твоего совета только не хватало, да. И в итоге, в конце концов, Николай II обращается к человеку, которого еле терпит. К человеку, которому не доверяет и которого опасается, но больше, похоже, не к кому обратиться. Все остальные стараются умыть руки или переложить ответственность себя на кого-нибудь другого. А Сергей Юльевич Витте, хотя и человек грубый, но в решительности ему отказать нельзя. И он не из высшей аристократии. Он фактически делец. Он умеет принимать решения, и он умеет добиваться своего. И вот последнее как раз сильно беспокоит Николая, потому что будущее страны с точки зрения Витте не совсем совпадает с тем, как его видит император. Врач Николая II, Николай Вильяминов, например, вспоминал так. «К Витте у государя доверия мало было, и тот отлично знал это». Ну, очевидно, дела шли совсем плохо, если Николай II обратился к Витте. Витте в свое время был самым могущественным министром в правительстве. Министром финансов. У министра внутренних дел, конечно, больше возможностей, но у министра финансов в руках все деньги. А если во главе Министерства финансов стоит Витте, то, будьте уверены, все зависит от него. В 1903 году, за два года до нашей сегодняшней истории, Николай II, устав от всесильного министра, который ему, кстати, достался по наследству от папы, отправляет его в отставку, причем довольно внезапно для Сергея Юльевича, и назначает того председателем комитета министров. Погодите-ка, да? А разве председатель комитета министров – это не круче, чем министр? Это же типа, ну, премьер-министр? И вот нет. Потому что у председателя комитета министров нет властных полномочий. Настоящий премьер-министр – это, по сути, сам Николай II. Председатель комитета министров не определяет политику государства. Он не может указывать другим министрам, что им делать. И чем же он занят, спросите вы? А он просто проводит заседание комитета министров. Он как бы звонит в колокольчик. Почетно, конечно, но не более того. Но Витте, однако, не теряет надежды вернуться наверх. Он считает себя и талантливее, и масштабнее окружающих. Ну и вообще-то, если меня взять, то я с некоторыми оговорками с Сергеем Юльевичем вполне солидарен. Ну, в этом смысле, по крайней мере. Витте – это реально человек огромного таланта и большого масштаба. Побольше бы таких премьер-министров России. Я бы так сказал. В общем, в 1905 году Сергея Юльевича Витте вынимают из шкафа. И сначала ему поручают заключить мир с Японией. Потому что, да, у нас идет война с Японией в это время. Витте заключает мир. И в тех условиях это был мир даже очень приемлемый. Японцам отдают Порт-Артур, Курильские острова, половину острова Сахалин. И, кстати, за это Витте получает прозвище «Граф Полусахалинский». Но, в целом, после заключения мира отношение к нему довольно позитивное. И вот я начинаю историю. Единственная ассоциация, которая у нас есть с историей – это скучные уроки в школе. Мой подкаст доказывает, что история – это необязательно. Скучные уроки в школе. История вообще-то происходит прямо сейчас. У этого подкаста есть партнер – Selectel. А Selectel – это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Кажется, что может быть более далекая, чем IT-инфраструктура и история. Но нет, у нас много общего. Я историю изучаю и рассказываю вам не так, как на уроках в школе, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Клиенты Selectel размещают сайты, создают высоконагруженные сервисы, разрабатывают сложные приложения для онлайн-образования или для заказа такси. Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. И в прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого. Например, в какой-то момент люди стали обсуждать, что эпоха книг подошла к концу, и книги читать больше никто не будет, а будут слушать истории, как вы это делаете сейчас. И эти истории можно послушать в самом начале выпусков четвертого и пятого сезонов подкаста. И они иногда забавные, а иногда вот неожиданно точные. А в телеграм-канале Selectel можно узнать о будущем, которое нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. И следить за этим мне, например, безумно интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста. И в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста – компания Selectel. 19 сентября 1905 года. В Москве начинается забастовка типографских рабочих. И к ним присоединяются булочники, мебельщики, металлисты, ну то есть рабочие металлургических комбинатов. У меня, конечно, подкаст про панк-рок немножко, но это чуть-чуть другое. Короче, бастующий требует конституции, парламента, прямых, равных, тайных и всеобщих выборов, свободу слова, свободу собраний, освобождение политзаключенных и так далее, так далее. И еще начинает бастовать Петербург, конечно. 26 сентября 1905 года. К стачке присоединяются железнодорожники. Поезда в старой столице встают. И с каждым днем останавливаются новые и новые заводы, предприятия, магазины, университеты, даже гимназии бастуют. 9 октября 1905 года. Витта Николай II приглашает на аудиенцию Сергея Юльевича Витта посоветоваться с умным человеком. И Витта говорит, что он видит два варианта. Первый. Опубликовать манифест о даровании народам России прав, которые те требуют. Второй вариант. Какой, как вы думаете? Вводить диктатуру, конечно. И Витта говорит, что во втором случае надо, я цитирую сейчас, облечь соответствующее лицо диктатора полновластием, дабы с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи нужно выбрать человека решительного и военного. Ну, собственно, да, совет тоже. Не сказать, что сильно неожиданный. Потому что других вариантов уже не осталось. Такой совет может дать любой гимназист. Надо что-то делать, и даже вот не прямо сейчас, и не вчера, а желательно полгода назад. Ну, и каково мнение самого Витта? Витта склоняется к первому варианту. К дарованию прав. Ну, император в этот день никакого решения не принимает. Надо подумать. 10 октября 1905 года. На следующий день. Витта опять приезжает к императору и представляет ему записку с проектом манифеста. И там перечислены многие требования забастовщиков. Самый главный созыв парламента, который мог бы принимать законы. И таким образом, если Николай публикует этот манифест, то страна перестанет быть самодержавной монархией. И проект этот Витта составил самостоятельно. Ну, примерно перечисляя все самое главное, что написано на транспарантах бастующих. Всем требования эти понятны. Еще в этот день полностью останавливаются железнодорожные сообщения между Москвой и Петербургом. А к забастовке присоединяются Харьков и Екатеринослав. Это сегодняшний Днепр. Стоят заводы и фабрики, не работают магазины, трамвай тоже стоит. Министры ездят к Николаю Второму в царское село на катерах и молятся, чтобы их не застрелили по дороге. 11 и 12 октября 1905 года в царском селе обсуждают проект Конституции, предложенный Витте. Ну, Конституцию его, конечно, никто не называет. Его и сейчас некоторые не хотят называть Конституцией. Называют просто запиской. Записка, понимаете? К забастовке в эти дни присоединяется еще Минск. Еще в эти же дни на совещании у члена Государственного Совета графа Дмитрия Сольского, очень уважаемый человек, генерал-адъютант Чихачев и граф Палин обсуждают, что терпеть больше нельзя. Надо прежде всего утопить революцию в крови, а потом уже разбираться. Что все эти дни делает Витте? Конечно, не надо думать, что он просто сидел, подперев кулачком голову и ждал, что там решит Николай. Но нет, Витте не таков был человек, и к тому же он хорошо знал Николая Второго. Николай весь предыдущий год думал, как же ему поступить, и если его не подталкивать, то он будет думать до тех пор, пока к нему в спальню не ворвутся вооруженные рабочие. Витте все эти дни разговаривает со всеми, до кого может дотянуться. С мамой царя, с дядьями царя, с братьями царя, с министрами, с генералами. Короче, просто со всеми. Не то, чтобы он очень-очень сильно переживал за Николая. Ну, переживал, но его проект Конституции предполагает создание Совета Министров по европейскому образцу. То есть, когда политику страны определяет премьер-министр. И угадайте, кто самый подходящий человек на этот пост. 13 октября 1905 года. В Петербурге собирается Совет рабочих депутатов. Это координационный орган, который будет руководить всероссийской забастовкой. И по его образу будут создавать Советы в 1917 году, в следующую революцию. И вообще, название страны «Союз Советских Социалистических Республик», то есть СССР, идет от тех самых Советов 1905 года. Тем временем к забастовке присоединяются еще Екатеринбург, Томск и Красноярск. 14 октября 1905 года. Бастуют Чита, Верхнеудинск, Иркутск, Златоуст, Киев, Ростов-на-Дону, Тифлис, Варшава и Лоц. Это все начинает напоминать просто падающие костяшки домино. Совет рабочих депутатов выбирает председателя. Им становится Георгий Хрусталев-Насарь. Кстати, если вам интересно, где в то время находился Ленин, то он по классике сидит в Швейцарии. Витте собирает у себя министров и петербургского генерал-губернатора Трепова. Военный министр и генерал-губернатор заявляют Витте, что в Петербурге достаточно войск для того, чтобы подавить вооруженное восстание. На улицах к вечеру расклеивают вот такие объявления. Население столицы встревожено слухами о предстоящих якобы массовых беспорядках. Войскам и полиции мною дано приказание всякую подобную попытку подавлять немедленно и самым решительным образом. При оказании же к тому со стороны толпы сопротивления холостых залпов не давать и патронов не жалеть. Подпись генерал-губернатор Дмитрий Трепов. Предполагается, что это объявление устрашит протестующих. Но ничуть не бывало. Это объявление только усиливает раздражение и готовность стоять до конца, что бы там ни было. Еще в этот день, 14 октября 1905 года, в Петербург приезжает Николай Николаевич, дядя царя. Кто это такой и почему это важно? А это важно. Дело в том, что в стране нет человека более подходящего, чтобы встать во главе диктатуры. Если, конечно, Николай Второй выберет диктатуру. Николай Николаевич – это новый любимый дядя императора. Полгода назад террористы убили одного родного дядю Сергея Александровича. Другой родной дядя Владимир Александрович сильно встревожен гибелью родного брата. Его можно понять. И вот Владимир Александрович сильно сдал, теперь ищет опоры, я цитирую, «в молитве и в покорности воли Божией» и желает, опять цитирую, «загладить увлечения и погрешности молодости». Вовремя задумался, так я скажу. И вот Николай Николаевич им не чета. Он решительный, смелый, он типичный вояк такой. Он гвардейский, кавалерийский генерал. Когда дела на войне с Японией из-за плохой организации пошли плохо, то он посоветовал своему племяннику, то есть императору, создать Совет Государственной Обороны. Зачем он нужен, этот Совет? В это тяжелое для страны время нужно осуществлять генеральный контроль и руководство. Вертикаль выстраивать. Военный и морской министр должны подчиняться этому Совету Государственной Обороны. А еще ему должен подчиняться и министр иностранных дел. И этот Совет был создан. Это, по сути, такое надминистерство. Просто широчайшими полномочиями и ресурсами. И угадайте, кто встает во главе этого Совета? Смелый и решительный Николай Николаевич. Но и это еще не все. Потому что портрет Николая Николаевича будет неполным, без упоминания его жены. А женат он на Анастасии Черногорской, на Стане. И, возможно, вы помните, кто это. Это одна из сестер Черногорок, которых называли галками. Это они, эти Черногорки, приведут Филиппа Низье к императрице. Это они познакомят царя с Распутиным. Да, это вот все они. Они увлечены мистицизмом, духовными поисками. И Николай Николаевич в этом смысле вполне попал под влияние своей жены. И еще, конечно, Николай Николаевич убежденный сторонник самодержавия. Он готов к любым самым решительным мерам. Дайте ему только полномочия. Он со всем разберется. Но вот пока что полномочий нет. Он хочет провести разведку. Он же генерал. И что за разведку он хочет сделать? Он хочет поговорить с самым главным среди забастовщиков. Ну, то есть, не может же быть такого, чтобы такое огромное восстание, охватившее всю страну, не управлялось откуда-нибудь. Ну, не знаю, масоны, английское посольство. На худой конец какой-нибудь местный самый главный оппозиционер. Армию управляет генерал. Страной царь. Войну ведет главнокомандующий. По-другому, ну, как, не бывает. Должен быть главный. И Николай Николаевич такой, я хочу поговорить с главным. Кто у вас главный тут? И главный, конечно, не Хрусталев Носарь. Вот этот глава Совета рабочих депутатов. Про Хрусталева Носаря неделю назад вообще никто не знал. И забудут про него тоже очень быстро. То есть, главного-то и нету вообще. Но, знаете, если очень хочется... Витте говорил о генерале в эти дни так. Под каким влиянием великий князь тогда действовал, мне было неизвестно. Мне было только совершенно известно, что великий князь не действовал под влиянием логики и разума. Ибо он уже давно впал в спиритизм и, так сказать, свихнулся. А с другой стороны, по нутру своему представляет собой типичного носителя неограниченного самодержавия. Или, вернее говоря, самоволия. То есть, хочу и баста. Ну, Сергей Юрьевич, ну не лукавьте. Вы же просто филигранно будете использовать его в своих интересах. Ну, нехорошо говорить, что вам неизвестно, под чьим влиянием действовал тогда великий князь. Ну, хотя насчет спиритизма и носителя идеи неограниченного самодержавия вид вполне прав. В общем, если большой человек, потенциальный будущий диктатор, хочет встретиться с главным забастовщиком, то зачем ему мешать? И вот 14 октября 1905 года к Николаю Николаевичу приходит Михаил Ушаков. Кто это? Вы не знаете, кто это? Ну, как кто? Это глава независимой рабочей партии. Что вы не слышали про такую партию? Ну, как можно? Странно, знаете? Странно. Ну, ладно, неудивительно, что вы про нее не слышали. Про нее вообще никто никогда не слышал. Как и про самого Михаила Ушакова. Кто это такой, Михаил Ушаков? Ушаков работает в экспедиции заготовления государственных бумаг. То есть в госзнаке, говоря сегодняшним языком. Он член гапоновского общества. И он организовал группу рабочих и создал такую партию. Эта партия никогда не выигрывала никаких выборов. Сам Ушаков тоже никогда никуда не проходил. История этого общества вообще довольно туманная. То ли эта партия была искусственно создана сверху, то ли Ушаков ее сам организовал и потом по своему желанию сотрудничал с правительством. В общем, в любом случае, вот эта независимая рабочая партия, это одна из множества попыток создать какое-то оппозиционное политическое движение, которое будет не слишком радикальным и будет перехватывать повестку у революционных партий. Рабочим нужны новые люди какие-нибудь, да, не старые оппозиционеры. Автором этой многообещающей идеи был Сергей Зубатов. Это сотрудник МВД. Первые в России профсоюзы и партии создавались им. То есть они создавались под прямым руководством МВД. Они непосредственно подчинялись министру внутренних дел. Чуть позже решили действовать аккуратнее, потому что, да, у рабочих возникали вопросы. Ну, в смысле, наш профсоюз подчиняется Министерству внутренних дел. И вот это странно. В общем, прямую аффилированность решили прятать. Но в целом мало сомнений было в том, что Ушаков был готов к сотрудничеству с правительством. И вот какие у него были взгляды. Довольно оригинальные. Вам должно понравиться. Цитирую Ушакова. Я видел, как рабочих везде и всюду старались натолкнуть на революцию. И убедить их, что только грубой физической силой рабочие могут улучшить свое положение. С этой идеей я был не согласен. И считал, что это принесет рабочему классу страшный вред. Ибо восстановится буржуазная республика. Захватят власть господа буржуазные интеллигенты, которые в большинстве своем или вышли из среды капиталистов, или каждый хочет сделаться им. Между тем, к монархическому правлению народ давно привык в течение сотен лет и уважает своего монарха, но не уважает существующего управления России. А для этого должна быть конституционная монархия. Вау! Прям такой монархический социализм. Вопрос. Раз он социалист и вроде как оппозиционер, участвует ли он в заседаниях Совета рабочих депутатов. Ну, конечно, нет. Он там как-то пытался выступить, действительно. Но Насарь-председатель назвал его речь провокацией и выгнал с трибуны. Никакого плюрализма мнений. Вот что я тут, между прочим, замечу. Не знаю, возник ли у вас вопрос, но я на него все равно отвечу. Да, Ушаков был знаком с Витте. Они встречались как минимум один раз. Ушаков во главе делегации рабочих выражал благодарность графу Витте за мир в войне с Японией. В целом, Ушаков и Витте, конечно, птицы разного полета совершенно. Но не будет ошибкой сказать аккуратно, что взгляды Витте и Ушакова на будущее политическое устройство России сильно совпадали. То есть это монархия с парламентом и премьер-министром. Кроме того, о деньгах поговорим. Ушаков как минимум один раз получал от Витте деньги в размере пяти тысяч рублей. Пять миллионов на сегодняшнее время, между прочим. Как пишет Ушаков, ему дали деньги на поддержку безработных рабочих. Странно звучит. Безработные рабочие. Но, в общем, цель освоения средств была такая. Ну, понятно, в чём это значит. Надо сказать тут, что у Витте не было политических инструментов, чтобы создавать свои подконтрольные силы. Этим всем занимался МВД. А Витте не руководит МВД. Но Витте, конечно, был в курсе множества вещей. И не терял возможности держать руку на пульсе. И как бы дружить и знакомиться с необходимыми людьми. А вось пригодится. Ещё этот Михаил Ушаков пользуется симпатиями и даже дружеским расположением князя Михаила Андроникова. Господи, я надеюсь, вы его помните. Этого человека сложно забыть. Он у меня как чёрт из табакерки возникает в каждом сезоне. И это авантюристы решала. И это он высосал из пальца историю о смерти Татьяны Золотовой в первом сезоне. Это он в третьем сезоне становится секретарём Распутина. И вместе с министром Хвостовым пускается в невероятные авантюры. Да. Добро пожаловать, Михаил Андроников. И у князя в этом выпуске маленькая, но существенная роль. Через князя Андроникова Михаил Ушаков попадает на приём к нашему без пяти минут диктатору, убеждённому монархисту, главе Совета Государственной Обороны, дяде-императора Николаю Николаевичу. В качестве кого? Ну, как же, в качестве кого? В качестве главного оппозиционера, конечно. Целый глава независимой рабочей партии. Ну, не хухры-мухры. Вы, Николай Николаевич, наверное, не слышали название этой партии. Ну, беда. Вы же наверняка не слышали ни одного названия, ни одной партии. Ничего страшного. В общем, 14 октября 1905 года у Николая Николаевича и Михаила Ушакова происходит разговор. Ушаков говорит, мол, страна в огне, рабочих притесняют, может произойти непоправимое. Князь спрашивает, что хотят рабочие и весь народ. Он как бы разведку проводит. Ушаков отвечает, что народ требует уничтожения самодержавия. Но самое лучшее, что можно сделать прямо сейчас, это ввести Конституцию. И что Николай Николаевич должен убедить царя так и сделать. И если Николай II даст народу права, то он будет, я цитирую Ушакова, «любимейшим императором для народа, после чего имя его будет для народа священно». И вот дальше я цитирую воспоминания Ушакова. Князь заспорил и стал доказывать, что он старый солдат и верный слуга императора, и верит, что только самодержавный образ правления России принесет пользу, и он будет верный данной им присяге, несмотря ни на что. Войско всегда готово грудью защищать своего императора. Князь был сильно возбужден. Он сердцем кинул стул и с раскрасневшимся лицом громко мне сказал, «Это ввести в Россию сейчас невозможно». Ну, на это Ушаков ответил, что на солдат сейчас не стоит сильно надеяться, да и на офицеров вообще тоже. Тогда Николай Николаевич замолчал и ответил, «Это хорошо говорить, но не так это легко сделать. И где те люди, которые способны и все могут это устроить? Это все сразу не дается». И тут Михаил Ушаков говорит великому князю Николаю Николаевичу, «Для этого великого дела, самую верно судьбою назначен это дело он сам, и что у него может быть энергичный и сведущий знаток государственного дела, который, я глубоко уверен, с удовольствием во всем ему окажется действие и все устроит, раз это идет для блага государя и России, и что с этим человеком вы, ваше высочество, сделать можете очень много доброго дела. Этот человек есть граф Сергей Юльевич Витте. 15 октября 1905 года. К забастовке присоединяются служащие банков и министерств, телеграфа и телефона. В Петербурге больше не работает почти ничего, город стоит. На совещание к царю едет Сергей Юльевич Витте и министр двора граф Фредерикс. Витте везет с собой проект манифеста. В царском селе он встречает Николая Николаевича и генерала Рихтера. Утром перед аудиенцией императора Николай Николаевич заходит к министру двора графу Фредериксу. Встреча эта проходила весьма бурно. Я вам сейчас процитирую начальника канцелярии министерства двора генерала Масолова. Генерал Масолов – ближайший помощник графа Фредерикса. И граф Фредерикс с ним поговорил после этой встречи. Граф мне рассказал, что когда он, обрадованный приездом Николая Николаевича, сказал ему, что его приезды ждали, чтобы назначить диктатором, великий князь, будучи в каком-то неестественном возбуждении, выхватил револьвер и закричал. «Если государь не примет программы Витте и захочет назначить меня диктатором, я застрелюсь у него на глазах из этого самого револьвера. Надо ехать к государю. Я заехал к тебе, чтобы сказать то, что сейчас только что сказал. Поддержи вас, чтобы это не стало Витте. Это необходимо для блага нас и России». И затем вы видели, как он убежал, как сумасшедший. Это все говорит граф Фредерикс генералу Масолу. 11 утра. Император принимает всех четверых. Витте повторяет, что необходима или диктатура, или дарование прав. И делает обстоятельный доклад о том, как именно должна будет работать Россия, если будет принята Конституция. Ну, не Конституция, а Манифест. В час дня все расходятся на обед. В три часа собираются вновь и обсуждают предметно проект Манифеста. К вечеру решения принято не было. Все разъехались по домам. 16 октября 1905 года. По всей стране бастует около двух миллионов человек. Страна полностью парализована. 17 октября 1905 года. Витты вызывают в Царское село. Барон Фредерикс передает ему, я цитирую. Решено принять проект Манифеста и утвердить всеподданнейший доклад, им представленный. И что великий княж Николай Николаевич категорически поддерживает такое решение и докладывает о невозможности за недостатком войск прибегнуть к военной диктатуре. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная его печаль. От волнений ныне возникших может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единства державы нашей. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на начало к действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собрания и союза. Не останавливая предназначенных выборов государственного духа, привлечь текущую часть духа или возможность соответствовать правительству. Милая моя мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь. Я не мог телеграмму и объяснить тебе все обстоятельства, приведшие меня к этому страшному решению. Предоставление гражданских прав населению, Обязательство проводить всякий законопроект через Государственную Думу Это в сущности и есть Конституция. Витте горячо отстаивал этот пункт, говоря, что хоть он и рискованный, тем не менее единственный в настоящий момент. Почти все, кому я не обращался с вопросом, отвечали мне так же, как Витте, и находили, что другого выхода, кроме этого, нет. Он прямо объявил, что если я хочу назначить его председателем Совета Министров, то надо согласиться с его программой и не мешать ему действовать. Манифест был составлен им и Алексеем Аболенским. Мы обсуждали его два дня и, наконец, помолившись, я его подписал. Александра Федоровна, Николая Второму Не так страшны Конституции и парламент, как граф Витте на посту председателя Совета Министров. Он затмит тебя. Да, Витте добился своего. Он стал первым в истории России настоящим полноправным премьер-министром. Но, впрочем, пробыл он на своем посту недолго – ровно полгода. Через полгода, 22 апреля 1906-го, он вышел в отставку и после этого больше никогда не занимал никаких государственных должностей. Забастовка тогда закончилась, но страна не успокоилась. После опубликования манифеста начались уже настоящие вооруженные столкновения. Террористические акты совершались просто ежедневно. Дума собралась через пять дней после отставки Витте, то есть через полгода после описываемых событий. Но и она не прекратила беспорядки в стране. Новые депутаты стали требовать, чтобы министры выбирались из их числа, а не назначались императором. И эту Думу разогнали. Революцию закончил Столыпин, введя военно-полевые суды и задушив вооруженные выступления. Но в стране уже была Конституция. Поздней осенью 1905 года управляющий канцелярией по принятию прошений Алексей Бутберг в присутствии Николая Второго сказал, что Витте следовало бы арестовать. И Николай Второй не сдержался и ответил. О, да! Я тут в заключении все-таки хочу сказать, что если у вас из моего выпуска сложилось впечатление, что Конституцию в России приняли благодаря своевременно возникшему Михаилу Ушакову, неуравновешенному характеру Николая Николаевича и интригану Витте, то я бы вас предостерег от таких мыслей. Николай Второй, помните, и сам говорил, что почти все были за Конституцию. И вот это маленькое событие, которым я сегодня рассказал, было всего лишь одним, но весомым и последним, возможно, камнем. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Никита Дешевая. Пожалуйста, приходите на январские лекции ко мне. Ссылка в описании этого выпуска. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok